В наших интересах заставить зверя уни... Дядя Кеван спрашивает, чем могу помочь? А вы тут почему? Спрашивает мама Лена. А меня пригласили, дорогая, для помощи в решении некоторых важных вопросов. Например, заточение королевы. Благодарю, что напомнили. Давно пора обсудить нанесенное мне унижение. Да не тебе, дура. Мажорка, наша королева, говорит бабушке. А ты нет. Ты ж не замужем за королевом. Я понимаю, в вашей семье с такими вещами вечная путаница. Тут дядя Кеван. Вообще, это заседание малого совета. А вы не входите в малый совет. Хайме сверкает знаниями. Я лорд командующий королевской гвардии. И вхожу в малый совет по умолчанию. Как они, интересно, это ходячее тело, в смысле Грегора Гару, пропихнули в королевскую гвардию в неживом виде. Потому, что в королевскую гвардию просто так пропихнуть нельзя. Их там малый совет одобряет. Король. Хер его знает. Мама Лена больше в самом деле не правящая королева. Она вдовствующая королева. То есть, она вообще официально никакой власти иметь не может и не должна. Потому, что есть морфутка. Есть король малолетний. Кстати, морфутка, она же как раз совершеннолетняя. Да. И она уже больше не королева Легин, значит, потому, что вы официально короновали новую королеву. Вот и все. До свидания. Поэтому какие у тебя чисто физические и юридические законные права что-то там делать? Я понимаю, что ты будешь обязательно гадить. Плести интриги. Только где эти интриги? Интриганка, да. То есть, это интрига в том, что ты просто зашла с человеком с мечом в Малые Советы. Типа, я же тут буду командовать немножко. А разрешите тут немножко покомандую? Да. Это вы так себе это видите? Ну, это же так не бывает. Чушь. Просто так не бывает. Чушь. Кстати, после того, как ее какой-то патриарх Никон заточил, а потом вот так перед всем городом провел, у нее авторитет равен даже не нулю. Это исчезающая величина какая-то отрицательная. Кто с тобой после такого разговаривать-то будет? Отойди. У тебя же ни власти, ни авторитета. Ты зафоршмаченная вся полностью. Нет, она там что-то изображает из себя. Стряженная под мальчика. Да. Мама Лена. Великий мастер. А вы готовы одобрить такое заявление? Ну, это то. Помню, сэр Джеральд Хайтауэр действительно входил в совет безумного короля. Правда, это был безумный король. А король Роберт смотрел на вещи иначе. Так что тут Хайме с грохотом ставит стул. На что он смотрел иначе? Там же Бористан Целмер засидал в Малом Совете у короля Роберта. И вы сами это показывали. Черт возьми. Вообще не помните, что у вас было в первом сезоне? Нет. Нет. Ничего не помню. Лена плюхается на стул. Что скажешь о смерти Мерселлы, дядя? Считаешь убийство собственной родственницы одним из важных вопросов? Хайме сбоку. Женщины, которые убили Мерселлу, свергли дом Мартелов и захватили Дорн. Нам надо многое обсудить. Всем нам. Совместно. Мама Лена, а поскольку вы не можете заставить нас уйти, приступим. Это вообще прекрасно. Дядя Кевин говорит, да, не можем заставить вас уйти. А вы не заставите нас остаться. Если только не прикажете этой твари нас всех поубивать. Все встали и ушли. Ну, блин. Ну, только же, что все было нормально у дедушки Мартына. Ну, только что дворцовые интриги плелись. И тут, блядь, такое говно. Ну, единственное, что мама Лена со стрижкой стала необычайно хороша. Молодец, блядь. Очень похоже на эту тварь и судью Дреда из нового. Прям чисто по образу. Кто не смотрел судью Дреда с мамой Лены? С Карлом Урбаном и мамой Леной. Замечательное кино. Обязательно. Даже лучше, чем со Столониевым получилось. Да. То есть, у нас тут в кино что показано? А типичная ситуация двоевластия. Да. Потому, что эти говорят, а мы с вами не будем разговаривать. И в самом деле, а как вы их заставите с собой разговаривать? А никак вы их не заставите. А ты меня заставь. Да. Соответственно, бабушка Алена. Бабушка Алена. Мы уже об этом говорили. Еще разбирая прошлый сезон. Она там вообще незаменимый человек, когда всех кормит. Почему она до сих пор не перекрыла поставки продовольствия в королевскую гавань, я вообще не знаю. Ну, сначала нет еды, а потом будем говорить про нашу пленную морфутку. Да. Что вас интересует по этому вопросу? В еде, да. Неделю вот этот город там со населением то ли 100 тысяч человек, то ли сколько там человек. Короче говоря, очень много, которые жрут каждый день. Через неделю сообщают всем, что у вас нет еды из-за патриарха Никона. К счастья отблагодарят. Собственно. Например, начнут вашу стражу забрасывать говном. Даже не бить, а забрасывать говном. А потом и бить начнут. Так у вашей стражи... Когда вы уже все в гавне. Так у вашей стражи у первого еда кончится. В том числе. Вы откуда еду-то берете? Она что из воздуха у вас рождается? Это еда. Еда вот этого тетенька пожилого возраста. Вот она поставляет вам еду. То есть, она вас всех держит за Фаберже. Да. Без каких-либо... Стараний, ухищрений. Вот просто вы меня слушаетесь, еда есть. Вы меня не слушаетесь, еды нет. Вот так оно просто устроено. Ой, Атас. А в это время...